8 апреля 2010 года. Прага. Президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали новый договор о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3. Теперь количество ядерных боеприпасов в арсеналах обеих стран сокращается на треть. Однако большая часть из полутора тысяч американских боеголовок будет по-прежнему размещена на подлодках системы Трайвент, несущих по 24 баллистические ракеты. Каждая из них способна уничтожить ядерными ударами до 8 стратегических объектов с дальности в 11 тысяч километров. И каждая ракета это огромный урон нашей стране, каким-то промышленным центром, военным объектом. Это же ядерное оружие. Для нейтрализации угрозы с моря российский флот важнейшую роль отводит противолодочным вертолетам Ка-27. Их создали в прославленном КБ, основатель которого Николай Камов когда-то и придумал само слово вертолет. Машина получалась безлучайно напряженной. Самый большой тираж был на вертолете Ка-27. В трех вариантах машина была в общем в количестве 440 экземпляров. В конструкцию основного боевого вертолета ВМФ России Ка-27 были заложены огромные модернизационные возможности. Уже 20 лет они реализуются по мере создания новых средств борьбы с подводным противником. Новейший подводный атомоход класса «Вирджиния» – это последняя разработка американского ВПК. Из современных российских вертолетов обнаружить его может только Ка-27. Причем уничтожить суббарину он способен даже на 600-метровой глубине. За высокую маневренность специалисты НАТО дали этому вертолету характерное прозвище – «Спираль». Сегодня мы впервые расскажем о боевых возможностях истребителя подлодок и его генеральном конструкторе Сергею Михееву, который дал путевку в жизнь знаменитым вертолетам – «Черная акула» и «Аллигатор». Истребитель-субмарин 8 мая 1970 года, в канун 25-летия Великой Победы, СССР завершил самые крупные в истории флотов стратегические маневры – «Океан». В них участвовало около 200 подводных лодок и надводных кораблей, авиация и морская пехота. Поиск американских субмарин успешно провели в Средиземном море противолодочные крейсеры «Москва» и «Ленинград». Однако главком ВМФ Сергей Горшков остался недоволен их поисковой эффективностью. После маневров он обратился к главному конструктору основного вооружения этих кораблей – Николаю Камову – с просьбой разработать новый палубный вертолет. 3 апреля 1972 года вышло постановление правительства о создании нового вертолета сразу в трех вариантах. Это вариант противолодочный основной, базовый, так сказать, базовая модель. Второй вариант – это поисково-спасательный. И третий вариант – это транспортно-боевой. При этом военные и Минавиапром поставили перед ОКБ жесткие условия. Исходя из размеров корабельных ангаров, новый вертолет должен был иметь габариты предыдущего – Ка-25. Что значит сделать модификацию чрезвычайно напряженной машины из 7 тонн и сделать 11 тонн? Вот было сразу ясно, что это будет совершенно новая машина. Необычайно быстро уже через год летчик-испытатель ОКБ Евгений Ларюшин выполнил на новом вертолете первый палет. Но радость коллектива конструкторов была неожиданно омрачена. 24 ноября 1973 года, всего через три месяца после первого полета машины, названной Ка-27, ушел из жизни основатель и бессменный руководитель ОКБ Николай Камов. 19 апреля 1974 года главным конструктором Камовского КБ был назначен Сергей Михеев. Я считаю, что нашей фирме крупно повезло, что за всю историю ее существования до сегодняшнего дня у него было два руководителя – Камов, 25 лет, и Михеев, 35 лет. Это, конечно, благотворно сказалось на коллективе. Сергей Михеев, которому исполнилось только 35 лет, стал самым молодым из главных конструкторов страны. Однако не успел он освоиться в должности, как обстановка вокруг СССР резко осложнилась. От главкома ВМФ Сергея Горшкова ему стало известно о закладке в США первой подлодке новой стратегической системы «Трайбинг». Адмирал, прошедший всю войну, лучше многих представлял роль авиации в войне на море. Американскую субмарину он готовился встретить новейшими противолодочными силами. Сергей Георгиевич Горшков в нашей среде – очень популярная личность. С полным основанием его, можно сказать, отцом и корабельной авиации. Главком постоянно интересовался испытаниями КАТ-27. Однако уникальная соосная схема винтов и насыщенность техническими новшествами требовали тщательной доработки. Чтобы новый вертолет мог нести большую нагрузку, конструкторы сделали ставку на перспективные газотурбинные двигатели. Машина впервые получила не только новые радиогидроакустические буи, глубинные бомбы, торпеды, но и противолодочные ракеты типа «Язл». После обнаружения субмарины такая ракета сбрасывается на парашюте. Уже в воде она начинает циркуляцию. Когда акустическая головка захватывает цель, неконтактный датчик приводит ее в боевое положение. Новое оружие, как авиационно-противолодочные ракеты, это впервые тоже на этом вертолете прошло испытание и находятся на вооружении сейчас морской авиации. КАТ-27 по праву относится к интеллектуальной военной технике. Мозгом вертолета является бортовой компьютер. Он впервые связал воедино работу навигационного и пилотажного комплексов, а также поисково-прицельной системы с характерным названием «Осьминог». Вот как она действует. С помощью сигналов, опускаемой гидроакустической станцией, словно щупальцами, система «Осьминог» в автоматическом режиме прослушивает глубины океана. При этом она обеспечивает обмен тактической информацией с другими вертолетами и надводными кораблями. При обнаружении субмарины противника рассчитываются данные для атаки, а затем выдается команда на поражение. Во второй половине 70-х годов на полигоне в Феодосии с необычным морским вертолетом решил ознакомиться главком ВВС Павел Кутахов. Чтобы показать высокому гостю возможности машины по уничтожению подлодки, летчики-испытатели ОКБ Камова придумали оригинальный трюк с учебной торпедой. Как? Я, значит, бросаю торпеду, она, конечно, никуда не уходит, тут и глубина-то была маленькая. Взрыв должен был изобразить летчик Евдокимов, должен был с большой высоты, с вертолета, две 50-килограммовые бомбы бросить в то место. Но как только вертолет вышел на боевой курс, случилось непредвиденное. Отказала техника. Рябов говорит, командир, не могу сбросить эту торпеду, не сбрасывается, что-то. А этот уже проходит над нами, и бомбы уже летят там, скажем там, да? Я их это вижу, значит, а этот еще не сбросил торпеду. Секунды казались вечностью. Штурман растерялся и вспомнил о кнопке аварийного сброса лишь в последний момент. Едва торпеда коснулась воды, раздался эффектный взрыв. Картина была интересной. Кутахов довольный уехал. У него была такая формула житейская. Каждая ракета в цель. В 1977 году советский флот получил противолодочный авианесущий крейсер «Киев». Именно на его палубу К-27 совершил первую посадку. В Николаеве строились еще два авианосца. Для их оснащения было начато серийное производство К-27, даже несмотря на незавершенную программную испытания. Сборку К-27 поручили авиазаводу в башкирском городе Кумертал, где ранее делали гражданские вертолеты. Освоение новых технологических процессов далось ценой высочайшего напряжения сил. В те годы выпуска было около 40 машин в год. Это обозначало двухсменную и трехсменную работу всего предприятия в целом. Люди ночевали на предприятии, получали горячее питание, достаточно напряженно. Можно сказать, люди жили на заводе. Особо сложным оказалось производство лопастей. Из-за увеличения в два раза грузоподъемности центробежная нагрузка на консоли К-27 возросла до 30 тонн. Поэтому лопасти сделали из более прочного и легкого материала стеклоуглепластика. В апреле 81-го вертолет был принят на вооружение флота. За создание К-27 генеральный конструктор Сергей Михеев и его коллеги были удостоены ленинской премии. Свою винтокрылую машину Камовцы создали специально для морской службы. Ее пилотажное оборудование позволяет летчику садиться на палубу даже в штормовых условиях. Для К-27 не страшен штормовой ветер силой 20 метров в секунду и качка корабля до 10 градусов. Кроме того, он работает над морем при нулевой видимости. На такую не способен даже знаменитый противолодочный вертолет НАТО «Сихоук», разработанный в США нашим соотечественником Игорем Ивановичем Сикорским. В мае 1983 года авианосец «Новороссийск» совершил переход с Черноморского флота на север. В походе истребители подлодок вертолеты К-27 впервые вступили в единоборство с субмаринами НАТО. Эффективность поиска в 4 раза превосходила возможности предыдущих машинок. Вертолеты обеспечивали отрядом боевых кораблей круговую зону защиты от субмарин. Кроме того, в зависимости от обстановки, они способны нести охранение в носовых или кормовых секторах корабельных соединений. Но наиболее эффективным стал поиск подлодок четверками К-27 на флангах. На удалении 80-100 километров на фланге, или слева, или справа. Это есть дистанция уклонения подводной лодки от корабельной поисково-ударной группы. И как раз мы там и в основном такие лодки и обнаруживали. Помимо противолодочной, Сергей Михеев и его конструкторы создали и спасательную модификацию вертолета К-27. К-27ПС выполняет задачи по спасению терпящих бедствия на суше, на воде, экипажей самолетов-вертолетов, кораблей, судов, ну, всех, кто находится в море. В 1984 году коллектив Сергея Михеева создал и уникальный транспортно-боевой вертолет К-29. Этот бронированный штурмовик мог базироваться на больших десантных кораблях типа Иванрогов, и поддерживать огнем морскую пехоту. В К-29 свободно размещались 16 матросов с вооружением, а на внешней подвеске 2 тонны боевой нагрузки. Результаты его применения впечатляли. В семействе машин К-27 одним из самых перспективных стал винтокрылый разведчик К-31. Он проектировался для атомных авианосцев типа Ульяновск и должен был обеспечивать данными о воздушной и надводной обстановке палубную авиацию и корабельные группировки. Но из-за экономических проблем испытания вертолета продолжились только в наши дни. Предметом особой гордости Сергея Михеева и коллектива ОКБ стал многоцелевой вертолет К-32. При взлетной массе 11 тонн он единственный может поднять 5 тонн груза. К-32 – первый в России вертолет, который получил сертификат по американским нормам летной годности. Это позволило экспортировать его в 5 стран мира. Например, в Республике Корея вертолет прославился как пожарный. Я пилот из Южной Кореи и прохожу обучение в России. Вертолеты фирмы «Камов» – самые надежные и лучшие в мире. Уникальные технические решения, найденные «Камовцами» при создании морских вертолетов, позволили Сергею Михееву воплотить их в боевых армейских машинах «Черная Акула» и «Аллигатор». А модернизация вертолета К-27 привела к оснащению его новейшим вооружением. Таким, как, например, уникальная корректируемая противолодочная бомба «Загон-2». Можно сказать, что это интеллектуальный боеприпас. В «Загоне-2» подводный снаряд работает при уверенном целеуказании, при уверенном обнаружении цели. На этих рассекреченных кадрах вы впервые видите, как проходила морская фаза испытаний этой бомбы. После ее сброса на парашюте она приводняется и зависает на поплавке с тросом. При прохождении субмарины срабатывает акустическая головка наведения. Затем от бомбы отделяется гравитационный снаряд, который устремляется к подлодке и поражает ее. Это поскольку оружие групповое, оно достаточно мелкое по калибру, маленькое, но за счет накопления ущербок может достигаться очень высокий эффект. По мнению специалистов, корабельные вертолеты К-27 еще не одно десятилетие будут надежно охранять противолодочные рубежи России. 30 марта 2010 года. Североморск. Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» вышел в океанский поход. Он возглавил развертывание группировки ВМФ в районе учений, приуроченных к 65-летию Великой Победы. В прошлом году корабль, оснащенный тремя вертолетами К-27, обошел полмира и побывал в трех океанах. Оправдал себя вертолет К-27. Прекрасный вертолет корабельный, прекрасные характеристики, прекрасное оружие. Значение вертолетов в морских операциях постоянно возрастает. Российские вертолеты ОКБ имени Камова уже подтвердили, что они не уступают, а во многом и превосходят лучшие мировые. Один из создателей русской морской авиации, Игорь Сикорский, еще сто лет назад первым в мире испытал вертолет, построенный по двухвинтовой соосной схеме. Но потерпел неудачу. Спустя десятилетия эта уникальная конструкция была использована в России при создании винтокрылого семейства К-27. Если бы всемирно известный авиастроитель узнал о Черной Акуле, Аллигаторе и других разработках Камовского ОКБ, он бы гордился успехами своих соотечественников. Ведь именно ему, конструктору лучших американских вертолетов, принадлежат исторические слова. Нам нужно работать, а главное учиться тому, что поможет нам восстановить Родину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова